Квоты на переселение соотечественников из стран СНГ увеличило правительство страны для Архангельской области. В 2016 к нам приедут полторы тысячи новых мигрантов. Трудоустройство и поиск жилья они будут осуществлять самостоятельно. Наталья Гусева работает в Северодвинске с Мая. Она беженка из Украины. По образованию бухгалтер и экономист. Но выбирать не пришлось. Работа кондуктором ее устраивает. Сейчас она собирает документы для участия в программе по переселению соотечественников. Наличие работы и жилья – обязательные условия. С 2016 года правительство увеличивает квоты для Архангельской области. К нам приедут полторы тысячи граждан СНГ. Авторы программы считают, это позволит увеличить трудовой потенциал региона. Есть работа в Северодвинске. Кто хочет работать, тот найдет работу. Есть. Кто хочет. Я первый же день. Я взяла первую попавшуюся газету. Первое попавшееся объявление. Хотя у меня два высших образования. Я там работала кассир-бухгалтер. По городу слухи ходят, что нам, беженцам, сразу платят деньги и все такое. Это все неправда. Мне никто ни копейки не платил. Я сама все зарабатываю. 86 человек получило свидетельство участников программы. Но с ними еще едут члены их семей. И там есть мужья, жены, взрослые, совершеннолетние дети. То есть это достаточно большое количество. Но хочется сказать, что эти люди преимущественно в этом году украинцы. В этом году в Архангельскую область переселились армяне, белорусы, таджики и молдаване. Они трудоустроены в сфере ЖКХ, общепита и транспортных услуг. Многие работают по профессии – учителями, врачами и механиками. В центре занятости уверяют – переселение соотечественников не повлияет на наличие вакансий в городе. Ксения Кабынова, Владимир Богомолов, Песник Северодвинска.